Видео подготовлено для канала уроки ТВ Математика 4 класса, автор чекин, часть 2, задание 305. Читаем и отвечаем на вопросы. Для того, чтобы решить следующую задачу с помощью уравнения, ответь сначала на вопросы и выполни соответствующие указания. Итак, указание первое. При покупке футбольного и волейбольного мячей заплатили 250 рублей. Футбольный мяч на 30 рублей дороже волейбольного. Сколько стоит волейбольный мяч? Что является искомым в этой задаче? Но поскольку спрашивается, сколько стоит волейбольный мяч, то искомым является цена или стоимость волейбольного мяча. Обозначь искомое число через х и сделай соответствующую запись. Итак, х – это стоимость волейбольного мяча. Читаем дальше. Что известно о стоимости футбольного мяча? Известно, что она на 30 рублей больше. Как можно записать стоимость футбольного мяча в виде буквенного выражения? Нужно к х добавить 30. И вот это выражение будет обозначать стоимость футбольного мяча. Так, вот мы записали выражение и записали к нему пояснение. Читаем дальше. Как можно записать стоимость футбольного и волейбольного мячей в виде одного буквенного выражения? Сделай соответствующую запись и пояснение к ней. А сложить, то есть х и плюс вот это выражение, х плюс 30, и вот это будет стоимость волейбольного и футбольного мяча вместе. Читаем дальше. Что известно из условий задачи о стоимости футбольного и волейбольного мячей? Известно, что она равна 250 рублей. Составь уравнения, в одной части которого будет записана стоимость футбольного и волейбольного мячей в виде буквенного выражения, а в другой в виде данного числа. То есть нам остается приравнять х плюс х плюс 30, это в левой части, а в правой части просто 250 рублей. Вот мы получили уравнение. Если у тебя получилось следующее уравнение, а у нас именно такое и получилось, то все указания были выполнены верно и тебе удалось правильно решить задачу с помощью уравнения. Ну а теперь нам нужно решить это уравнение и найти неизвестное х. Как мы его будем решать? Мы его будем преобразовывать. Вначале мы воспользуемся сочетательным свойством сложения. Оно заключается в том, что мы скобочки можем вот так сдвинуть. Первое слагаемое у нас х, второе х, третье 30. Скобочка вначале объединяла второе и третье, а теперь мы объединим первое и второе. Так можно сделать. Мы знаем, что при этом ничего не меняется. Так, равно 250. Теперь мы воспользуемся правилом, а мы попытаемся оставить только х в левой части, а добавить какое-то число, или в данном случае нужно вычесть число 30, чтобы в левой части остались только х. Значит, давайте мы сократим эту запись. Вот мы вычитаем из левой части 30, тогда у нас в левой части остается х плюс х, а в правой части мы должны из 250 вычесть 30. Давайте я это как раз запишу. 250 минус 30. Тогда у нас получается, что х плюс х равно 220. Но чему отсюда равен х? Получается, что два раза, если взять число какое-то два раза, то есть удвоенное число, то получится 220. А с чем уже будет тогда равно само число? Чтобы найти само число, мы тогда должны вот это 220 разделить на 2. Потому что 220, еще раз повторяю, это удвоенное число х. 220 разделим на 2. Ну, вообще говоря, 2 десятка на 2 – это 1 десяток, 2 сотни на 2 – это 1 сотня, получается 1 сотня 1 десяток. То есть число 110. Ну, и поскольку у нас уже нету места, чтобы записать ответ, мы в скобочках запишем, а чего же это? А это рублей. И это мы нашли стоимость волейбольного мяча, которую нам и нужно было найти. На этом все, задание выполнено. Если вам понравилось видео, не забудьте поставить лайк. До новых встреч!